Вот как раз этот меч требовал, такой элергичный, очень военный, который отдал это распоряжение самое знаменимое. И январским утром 1978 года в его приемы вошла непрозрачная, очень худенькая молодая девица. Она принесла прошение, чтобы ей разрешили быть домашним училимом, ей должны перекрутить что-то вроде справки о благонадежном поведении. Не успел требоваться смотреть, какое у нее там благонадежное поведение, она достала из сумочки револьвер в пульту и выстрелила в него. Ну поднялся крик, конечно, без такого абсолютно не было, не выстреляла. Ну поднялся крик, на нее кинулись, жандармы выбили оружие из рук, в общем помяли, и делиться один жандарм коммунистерства, наверное, потом вспоминала, что он в том, где даже там пытался его обратить. Но его оттащили, и другие жандармы, потому что, если мы были ее прикрывать, то есть вызвали бухгалтером. Оказалось, что Треков довольно сильно ранен, но он не смертельно, он выжил. Причем врачи потом, они не смогли удалить пулю, что дало повод для извидевого Филтыкова-Щедрина, который жил на одной лестничной площадке с Трековом, жаловаться, что он боится, как бы Треков на нее не выстрелил. Вообще, внимание международной прессы было привовано уже давно к событиям в России. И врачи, естественно, журнал «Резью де Монде» указал в годичном еженедельнике на двух человек, которые привлекли в себя больше всего внимания. Это образовался, когда образовался министр иностранных дел Горчаков, председатель Пушкина, и Вера Засулич, собственно говоря, как раз эта незрачная молодая девица, которая стреляла в Треково. Я думаю, у них очень много неприятных паралитов, очень затеркнуло. И даже не только в российский журнал писал Анатолий Засулич. В то же время, чуть позже, в Японии, в «Обнайдер» Японии, вышел ряд произведений о русских народниках и две книги. Анатолий Засулич, повести о героях Европы и трагедии русской героини. А чуть позже Марк Ферн написал повесть «Американский претендент». Его герой строит фантастические совершенно планы. Отвыводить Россию от старского гнета за мысли купить Сибирь и основать в ней образовую показательную республику. Потому что вся Сибирь уже заселена такими прогрессивными, образованными вот этими людьми. И это был очень-очень хороший проект «Арусские народнии». Вот в том числе писали, я не знаю, кто только не писал, писал «Икстер», писал «Жуле», писал «Ранан Дойн», писал «Колсворс», «Альфонс Даде», «Эмилизаря», «Уайлз» написал «Арусские народнии». То есть все и не интересовались, везде эта тема была на слуху. Ну и в России. В России, естественно, тоже приковало все внимание общества. Особенно подоражило здрасте то, что Сибирь была дворянкой. И представляли ее, естественно, молодая, аристократичная, с прекрасными манерами. Вот она, наверное, в фуале, прекрасная. А адвокат, который ее уже к тому времени не видела, друг от Александра, он втайне ужасался, потому что Засурич представлял собой совершенно противоположный образ. Те, кто ее узнали, еще до выстрела. По-моему, у жена Улиханова обрывалась на ней так, что когда мы с ней познакомились, это было поразительное явление. На ней было что-то вроде серой тряпки с прорезанной бюджетной для головы, и для рукавов, куда были сунутые эти рукава, совершенно бесформенные. На голове вместо шляпы какой-то пирог, исполненный серой материи. На ногах она носила обувь собственного пошива. А когда ей нужно было достать носовой платок, то она резко поднимала юбку, резко нижнюю юбку из куба набитого кармана и создавала этот самый носовой платок. Я думаю, что она потом выглядела. В общем, она совершенно на роли этой аристократки, которую все себе представляли, не тянула. И Александра, ужаснувшись этому, он купил ей новое платье, чтобы она на суде предстала в такой более-менее аристократичной порядке. Но Засурич совершенно категорически отказалась от этого пошлого предложения. Появилась на суде такая, какая она была. Ну, вот в виде там две косички. На самом деле, здесь она, это более ранняя фотография. С тому времени, когда был суд, жалоба не было, там невозможно было выделить фотографии. Это вот, а вот где-то до плеч волос, горчащие в разные стороны. В общем, я понимаю, почему адвокат Александр так ужасался. Но, тем не менее, она представила такая, какая искромная, очень затенчивая, она и была очень затенчивая. И она оказалась права. То есть, именно это и сыграло немалую роль в решении присяжных и в отношении их публики. После судебных премий, после очень яркой речи адвоката, которого на протечение десятилетий фитировали, и все вспоминали, перепечатывали, он обвинил, на самом деле, не преступницу, он обвинил общество, и самое главное, он обвинил Трепова. А Трепов, кстати говоря, что удивительно, Трепов поступил очень коварно. Он проверял, или ездил по всему городу, и рассказывал, что а он писал, все одно и разное распоряжение, это его грампальный велел. После этого Брапа Палин, кстати говоря, погнули в инвестиции. Да, и, кстати говоря, Трепов бежал, что он совершенно не против, если Леву застричь оправдает. Он прекрасно все понимает. Например, того, насколько сильным было общественное мнение, как сильно оно подействовало. На самом деле, все были исключительно возмущены. Телесные наказания политических заключенных были к тому времени не запрещены. И все восприняли, общество восприняло это так пощечимо. После судебных прений, когда физиологи удалились, один из журналистов сидел рядом с поездкой, которая также посетила доседание этого суда. И он разговаривается с Федором Михайловичем, и Федор Михайлович сказал, что, конечно, судить ее нельзя. Судить невозможно, будет не за что. Но и вот так оставлять нельзя. Как бы вот ей так сказать, что иди, но больше даже не делай. Уже очень жалко, что у нас нет такой юридичной стороны, потому что дело, как ты глядишь, не сделано с героином. Ну, в общем, как это да, мы знаем, что в последствии так оно получилось. То есть, мы заседали с вещами в 20 минут, наконец, они вернулись, бредные неглядя на засулич, старшина, присущейся рукой в президенте председателя суда, это было как раз на доле иконе решения, и в первой же графе, первый же вопрос крупным почерком было написано, нет, не виновна. Ну, описать, что творилось с залом, когда это посмечало слух, просто невозможно, не объяснило. Там кто-то зарыдал, стали аплодировать, кричать, полный восторг, причем публика присутствовала самое разное, ну, из известных, я упомянула, Настоевского, были исключительно высокопоставленные персонали, и они тоже приветствовали это решение, они обладировали, а он вышел у себя на духовном какое-то совершенно неимоверное обладирование, обернулся и увидел одного из студентных служителей, такого седого, простонабордого, который, что, аплодировал, просто чуть-чуть не закрыл глаза от восторга, наконец, этот служитель увидел, что на него смотрит председатель суда, перестал, очень смутился, покрасил, и опять нахлопнул, и он не мог не держаться. Веру вынесли буквально на руках издание суда, не встречала публика, все ждали этого решения, один, кстати говоря, как раз высокопоставленный сановник, обратившийся в конец, сказал, это самый счастливый день для русского правосудия, на что Бонни ему ответил, вы ошибаетесь, это самый несчастный день для русского правосудия.